несколько таких вот наверное нюансов о которых бы хотелось сегодня сказать отдельно 1 вы знаете что нас людей часто программируют и это программирование она не всегда честно и вот допустим на примере такого человека как анатолий михалыч кашпировский условно расскажу историю у меня была знакомая бабушка там маша ее звали и это бабушка маша была моей родней и бабушка маша ей помогли помогли сеансы по телевизору анатолий михалыча кашпировского который в этих сеансах помог ей избавиться от заболеваний коленного сустава и причем она страдала там годами десятилетиями и помогло за один раз и она встала и говорит надо же перестали болеть перестала болеть у меня колено посмотрю завтра и на следующий день не появилась и через день не появилась и так далее и анатолий михалыч кашпировский это тот человек который собирал огромное количество людей и который помогал но потом прошло время я говорю этой бабушке своей говорю но анатолий михалыч кашпировский ведь когда-то помог а она говорит а не так это было она говорит мне чем ты занимаешься я говорю ну вот людей исцеляю руками машина говорит вот так как кашпировский как как аферист кашпировский я говорю бабушка маша а ведь вам свое время кашпировский помог у вас колено не болит она горит до до сих пор не болит но он все равно аферист ей говорю почему ведь он же вам помог она говорит ну и объяснить она не смогла почему все дело заключается в том что людей можно научить их можно научить друг друга ненавидеть их можно научить и это системы которые называются социальным влиянием что произошло смотрите ведь подобного человека как анатолий михалыч кашпировский который стадионами лечил людей и можно было бы создать институт который бы проверял его возможности которые бы проверял то как он работает с людьми там электричество его такие исследования могли бы а приоткрыть занавес наверно там влияние одного человека на других проверить плацебо или не плацебо увидеть как это все действует не действует и так далее и так далее то есть не гипноз или какие-то трансформации или что это такое откуда вы анестезия там и так далее там же миллионы людей это через этого человека прошли миллионы просто и тут такой вопрос эти миллионы людей которым он помог больше чем любой врач на земле эти миллионы людей по идее должны были бы поставить памятник но в свое время анатолий михалыч не захотел лечь под центральное телевидение где ему сказали давай будешь там программу делать будем будем тебе за это платить там 52 рубля и он посчитал что это не нужно и масс-медиа или те люди которые управляли масс-медиа за то что он под них не лег решили его заплевать то есть они начали там 10 журналистов имели возможность написать тысячу статей в разные газеты и они что делали они ему отомстили они сформировали общественное мнение которое сказала что это человек аферист все остальные начали это подхватывать после этого сделали такое видео где два клоуна там вин винокур а державин и второе там не помню этот не помню в такой сценке один чумака играл другой кашпировского да они посмеялись оскорбив при этом там 800 тысяч человек или миллион человек которым анатолий михайлович кашпировский помог ну и я могу сказать вам что это глупость почему очень часто формирует люди мнения для людей и люди начинают верить как это было с моей бабой машей он ей помог но она со временем почитав статьи посмотрев на тех людей которые кривляются начала понимать или начала верить в том что он аферист и то что он ей помог уже для нее ничего не значил так формируется общественное мнение и люди которые имеют возможности это мнение формировать это люди которые могут делать из людей что угодно для того чтобы этого не происходило нужно себе говорить мы будем видеть не только то о чем пишут в газетах там какой-то вася пупкин придумал и написал в самой известной газете а будем видеть как это происходит так произошло и у меня человек создал самый настоящий шум который начал убирать у людей заболевания то есть он создал шум который называется шум избавления от коронавируса и так далее и этот шум начал помогать и миллионы людей начали писать мне помогло мне помогло детям помогло еще кому-то помогло это создало резонанс после этого понаписывали в боксах еще где-то опубликовали начали блокировать каналы в ю тубе начали это все делать почему по со объяснить они не могут общественное мнение формируется после этого сформируйте общественное мнение выпустили там три гомосексуалисты 2 лесбиянки программу которую там назвали там как-то и сказали что это плохо давайте с него посмеемся как бы создавая общественное мнение но это же глупость я вот смотрю на людей которые допустим в интернете часто проводят очень много говорят допустим там кашпировский он плохой там эти плохие даже есть там дуйко плохой говорят и там но смотрите дуйко выпустил видео которое называется уберу боль за одну минуту а до этого делал видео там она называлась заберу вашу боль почитайте там комментарии их там тысячи этих комментариев и куча людей по 500 по 600 человек которые пишут да у меня пропало да у меня исчезла до перестала болеть да еще что-то и я это сделал и это формирует или не формирует общественное мнение дело в том что не формирует то что найдется какая-нибудь птица которая обязательно скажет о том что дуйко аферист и так далее и после этого а как же вот это все а ведь это же все сработало на оборот нужно создать институт который бы вложил деньги или там кто-то бы сказал андрей андреевич давайте изучим как это так происходит что за одну минуту вы убрали боль это гипноз или это самовнушение как вы это делаете дистанционно как помогли вот такому большому количеству ну вот представляете и люди ярд знаменитый бак я там знаменитый кайл колдун а дуйко аферист дурак там или еще кто-то так сделает так же как я убери боль за одну минуту я там ученик кого-то так и что где магия где магия там рассказывать о том что там умный хороший добрый там они плохие они плохие но отлично отлично а где где настоящая магия пусть такие люди выйдут и за одну минуту точно так же как я уберут боль и выглядят при этом потом неплохо пусть делаю так чтобы у людей дистанционно пропали заболевания пусть делаю так чтобы не болели позвоночники пусть делаю это я тоже хочу это увидеть что очень